просили показать как у нас тут дела продвигаются на балконе на лоджии вернее все время говорю балкон на лоджии после того как у нас рухнула рама 1 вместе со стеклом мы решили убрать все и на лоджии в моей комнате на кухне там две лоджии мы сняли все старое это остекление и вот теперь а здесь был бы деревянный пол у нас довольно такой высокий деревянный пол и сверху еще лежал линолеум ну было так хорошо уютно вообще на балконе но сейчас показывают так как есть потому что просили показать здесь еще предстоит вот эту дырку закрывать которая видите между стенкой и полом образовалась здесь будет у нас пол будем делать но сейчас все уже убрали цветы все отсвели стоят собранном виде стол вот стулья я хочу нас к следующему лету купить такой круглый стол может быть знаете с таким стеклянным покрытием на такой под мрамор даже не под мрамор как вам объяснить то в общем куплю когда если я куплю то что я хочу вам покажу ну он как бы как мозаика что ли на столе может неправильно выражаюсь но в общем красивый такой стол и стульчики другие хочу здесь тоже все убрано посмотрим может быть здесь не буду может быть только на лоджию там где кухня посадить хочу вереск он цветет почти всю зиму и такой довольно красивый там он бегония у меня цветет обильно пышно вот что еще вам рассказать ну вот про балку про лоджию все в таком пока виде не знаю меня какой-то страх после того как это рама упала я не знаю буду ли я еще что-нибудь будем ли мы еще новое остекление делать когда хорошая погода так вроде бы ну вроде как и не надо а когда дождь идет кажется что ой так неуютно и так непривычно это и пока еще тепло когда будет холодно наверное все таки мы созреем и все таки решимся поставить новое остекление хочу вам немножко рассказать про сегодняшнюю погоду у нас сегодня потрясающий был теплый день вчера тепло было но так довольно пасмурно а сегодня со всех окон смотрят слушайте только выйдешь на балкон с камерой сразу все побегают смотрят в окно как будто никогда не видели человека с камерой в руках ну ладно я там не могу не снимать магазине могу не снимать на улице потому что смотрят да ну чтобы я у себя в квартире не могла снимать и что мне только на кухне сидеть я не понимаю вот люди такие дикие просто стала тетка и смотрят мой боже шмар какой-то я не знаю вас раздражают вот эти вот зрители непрошенные погода была у нас сегодня очень красивая солнечная теплая наверное на солнце было мне кажется градусов 25 для нас для эстонии тем более сегодня уже какое число 16 до 16 сентября это довольно необычно хотя мы ожидали бабье лето но все-таки как-то вот вдруг один день такой очень очень теплый просто с улицы не хотелось даже уходить сегодня но я почитала прогноз и сказали что это типа такой затишье перед бурей и что завтра ожидается очень сильный шторм 30 метров в секунду ветер узнать мне очень хочется в такую погоду пойти к морю и поснимать потому что я в интернете видела фотографии с нашего с финского залива когда снимали в шторм фотографировали вернее в шторм это так красиво какой разгул стихии но по прогнозу ожидается уже вечером не знаю после работы я решу что пойти уже после работы не хочется никуда хочется только домой вот извините за мои эмоции но просто вот действительно достали уже со всех сторон как только увидит человека с камерой смотрят но так как будто я не знаю аборигены австралии смотрят на белого человека причалившего к их берегу просто офигеть что-то меня сегодня все все в куче в одной теперь хочу немножко сказать тоже свою внести долю я смотрела сегодня в ленте посыпались уведомления на видео и там очень многие говорят о том что что случилось с просмотрами ой нет не с просмотрами да кто-то пишет просмотры кстати тоже упали да многие пишут об этом еще пишут куда деваются подписчики вот у многих прямо так видео и называется куда деваются подписчики мне тоже это интересно потому что у меня за сутки пропали 20 человек я теперь решила так кто-то мне сказал на одном стриме что ой не выдумывай youtube никогда никого не описывает люди уходят сами ну я об этом сказала у кого-то на стриме и народ как так засомневался и говорят что да нет но не может такого быть у одного блогера за сутки пропала по моему 117 человек 117 причем одномоментно я уже тоже начала смеваться думаю ну не может вот так вот раз чтобы все как будто сговорились и ушли значит все таки youtube подписывает ой не знаю одни предположения у всех конкретно никто ничего не знает предположение разные у всех обидно конечно особенно на стримах люди бегают друг другу клянуться вечной дружбе и любви а на деле выходит шик не знаю мы поживем увидим уходит значит уходит значит так должно быть особого огорчения по этому поводу я не испытываю просто если люди поступают нечестные сами уходит то тоже не хочется в дураках ходить что тебя разводит и теперь решила завести тетрадочку и буду записывать всех неблагонадежных чтобы не попасться на их удочку второй раз сейчас у нас 19 градусов на улице очень очень тепло лог у меня такой какой-то сумбурный получился немножко я не ожидал где-то тетка вывела из равновесия в окне напротив ладно ребята все я вам сегодня много хочу показать ну как много немного но кое-что покажу покажу что у нас на работе на грядке выросла какие у нас еще цветочки осенние цветут ну вот в общем как то так все приглашаю вас посмотреть там будет и кое-что вкусненькое так что давайте присоединяйтесь и не забудьте пожалуйста поставить свои лайки или дизлайки что-нибудь поставьте уж пожалуйста ну что вперед на грядку